Малыш Когда в доме появляется малыш, это всегда радость. Но чтобы прекрасный период не превратился в ваш ночной кошмар, лучше быть готовым к любым поворотам. Снято! Помните, что бы ни происходило вокруг, семья – это место, где каждому тепло и комфортно. Мы очень надеемся, что наш проект станет для вас островком позитива даже в это сложное время. Работаем! Это программа «Семейный совет» для родителей и тех, кто только планирует ими стать. Разбираемся в тонкостях воспитания и ухода и вместе постигаем секреты счастливой семьи. Сегодня в выпуске. Ура! У нас родился малыш! Подождите, а что дальше? Правила ухода за новорожденных. Все любят котиков! Готовим популярный десерт из интернета. Четыре сыночка и пятый тоже пацан. Проведем день в многодетной семье. А дальше что? Не знаю. Конечно, конечно, я помню этот день, день, когда забираешь ребенка, он особенный, когда ты приносишь ребенка домой. И первое, что ты думаешь – а что делать-то? Такой какой-то легкий хаос в голове, конечно, ты не понимаешь. И что? Вот как бы появился ребенок. Куда его? Первая ночь была очень тяжелая. Мы не спали практически вообще, потому что дочь не спала, она постоянно плакала, постоянно кричала. Это было на всю квартиру, мне кажется, слышал весь подъезд, если не весь дом. И мы просто с мужем стояли над кроваткой и вот так вот смотрели. Так, ты ее покормила – покормила, подгузник сменила – сменила. Потом муж гениальную гипотезу выдвинул, он сказал, может, у нее зубы режутся. Я говорю, ей 9 дней. Каким бы ни был первый день после роддома, думаю, все родители солидарны в одном. Этот день точно запомнится. Но отставить панику. Наш врач-педиатр расскажет о самых важных моментах в уходе за новорожденными. Правила ухода за новорожденными. Конечно же, это комфортная температура в помещении, где спит малыш. Также рекомендуется регулярное проветривание. Учредуйте проветривание и увлажнение с помощью увлажнителя с закрытыми окнами. Купать ребенка можно на следующий день после выписки из роддома. Нет необходимости купать ребенка ежедневно. Жесткая вода может стимулировать сухость кожи. Поэтому достаточно купать ребенка в 2-3 дня. Моющие средства используйте 1-2 раза в неделю. Жесткая вода может провоцировать более выраженную сухость кожи. Для устранения сухости можно использовать специализированные крема по уходу за кожей. Крема желательно наносить только на те участки, где есть повреждения. То есть на участке сухости всего ребенка сверху донизу мазать не нужно. В первые дни после выписки из роддома нет необходимости подстригать ногти. Так как пластина у ребенка очень нежная, вы можете ее травмировать. Далее можно стричь раз в 7-10 дней. Форма ногтя, когда подстригаете, должна быть в виде мягкого квадрата. Не зарезаем под самый корень. Оставляем свободный край около 1 мм. Чистить ребенку уши не нужно. Достаточно будет, если вы ватной палочкой с ограничителем будете очищать наружную раковину, где вытекает серо. В процессе купания вода затекает в ушко, серо размокает и самостоятельно очищается. Поэтому при купании не нужно ребенку закрывать ушки. Масса вопросов возникает, как ухаживать за пупочной ранкой и пуповинным остатком. Посыхание и отпадение пуповинного остатка – процесс самостоятельный. Как правило, это происходит от 5 до 15 дней. Нет никакой необходимости обрабатывать пуповинный остаток антисептиками, если ребенок растет в нормальных гигиенических условиях. При использовании антисептиков нарушается эпитализация ранки, то есть ее зарастание. И можно травмировать, обжечь кожу нежную, которая находится вокруг него. После купания достаточно промокнуть сухой салфеткой пуповинный остаток, дать ему высохнуть. Ну и, конечно же, поговорим об уходе за половыми органами. У мальчиков достаточно раз в неделю мыть половые органы с моющим средством. Самостоятельно пытаться открывать головку не нужно. Кожа очень нежная, вы можете травмировать ее, что будет стимулировать, образовывать спайки. У девочек между малыми и большими половыми губами вырабатывается смазка – смегма. Это кожное сало. Ее необходимо убирать. Убирать лучше всего один раз в день. И с использованием ватного диска, смоченного маслом или любым жирным кремом. Все любят котиков. Все любят сладкое. Неудивительно, что съедобные коты, которые еще и танцуют, наделали в интернете столько шума. Мы нашли рецепт популярного десерта. Готовим кота-пудинг! Всем привет! Сегодня вместе с Олей. Всем привет! Мы готовим завирусившихся в интернете всеми любимых котиков желе. Что нам для этого понадобится? Согущенное молоко, обычное молоко, которое мы предварительно разогрели до 90 градусов. Его нельзя кипятить, чтобы не появилась молочная пенка. Также нам понадобится листовой желатин, который нужно предварительно разогреть, чтобы он начал набухать. Также понадобится сахар, но это уже по вкусу. Для начала мы поставим набухаться желатин. Бери листики, которые здесь, и ножнички. И нарезаем маленькими полосочками, чтобы он быстрее начал растворяться. У тебя отлично получается. Дальше нам понадобятся весы. Ставь мисочку. Берем молоко, осторожно горячее. Бери вверху, чтобы не обжечься. И наливай, когда будет 200 написано. 200 миллилитров молока. Также нам понадобится пара ложечек сахара. Так? Да. И еще такую же давай. Берем сгущёнку, чтобы было очень сладко. Так, и наливаем 20 миллилитров. 20 грамм. Затем нам нужен венчик, которым мы все это перемешаем, чтобы сгущёнка растворилась. Берем. Начинаем перемешивать. Наш желатин набух. Достаем и отжимаем его. Давай, доставай. Никогда возьмусь. Сюда клади просто, он уже стекает. Ты не стесняйся, он не кусается. Это будущий наш котик. Да. И так же перемешиваю, чтобы желатин растворился. Чтобы желатин набух, нужно примерно минут 10-15, не больше. Это конкретно листовой. Если вдруг будете использовать рассыпчатый, то нужно подождать примерно минут 20, чтобы он точно набух. Наш котик почти готов. Осталось разлить по формочкам. У нас специально в формочке котика, но если вдруг нет, то можно и в стаканчик. Поставим перилочку. Аккуратно. Чак. А теперь в холодильник на 4 часика. Оль, а ты любишь котиков? Да, люблю. У меня есть кот Басик. Её зовут Басик, он очень баловный. А ты хоть раз пробовала на вкус котов? Нет. Сейчас попробуем. Смотри, берём котика. Ответственное задание. Берём тарелочку и накрываем котика. Переворачиваем. Всё поднимаем. Котик! Получился. Дальше. У нас есть чудесные шоколадные капли, из которых мы сделаем его глазки. Берём и ставим поближе друг к другу. Он у нас весёлый котик. О, восхитительно. Смотри, какой котик. Танцует. Ты умеешь танцевать, как котик? Мы попробуем. Причёмся с котиками. А хочешь попробовать нашего котика? Да. Нужно откусить ему ухо. В домашних условиях с котами не повторять. Вкусно? Понравилось? Да. Такой несложный десерт можно повторить дома с вашими детками. Потому что рецепт очень прост. Это обычное желе, залитое в красивую формочку. Но если вдруг такой нет, ничего страшного. Также подойдёт любой стаканчик, формочка от кексов или тарелочка. Будет так же красиво, эффектно, и он так же будет трястись. Сделаю дома такого же, но и кормлю своего басика. Есть известная поговорка. Когда в доме появляется первый ребёнок, всё стирают, гладят, кипятят. Когда второй ребёнок, всё стирают, иногда гладят, смотрят, чтобы не ел из миски кота. Ну а если третий ребёнок поел из миски кота, это уже проблемы кота. В семье Крайтер целых пять детей и все пацаны. Страшно представить, как чувствует себя кот в такой компании. Давайте сами всё посмотрим и проведём день большой семье. Наше утро начинается, папа уходит. Сам где-то в восемь утра. Стараюсь не отвлекать свою супругу, потому что у неё и так хватает забот, лапот по дому. Ну я немножко неправильная, наверное, многодетная мама. Я ложусь поздно, но встаю не рано. Ко мне приходит младший мой сын, мы с ним ещё долёживаем. Я так спокойно просыпаюсь. Ну что, Миш, пойдём ребят будить. Давай, иди, давай. Оп! Пойдём. Поспать подальше не получится, потому что мама будит. Ребята, просыпаемся. Рома, Си. Так, иди, иди буди Рому. Все по-разному. Есть кто быстро, как сразу раз всё встало. А есть таких, которых надо тормошить. Все есть. И совы, и жаворонки. У нас, как бы, три раковины для умывания. Они любят одну большую ванну, потому что там якобы холодно в маленькой. И все стремятся сюда. Так, дайте матери умыться, человеческий вид себе привезти. Что опять? Ну так как-то вот, ну вот, подгоняем друг друга. Быстрее, быстрее, быстрее. То, что многодетная семья, как бы, не всегда об этом думал, да. Планировал, планировал больше одного, но получилось пять. А девочки, ну, больше мечтала жена. Ну, говорят там, девочка будет похожа на своего отца, да. То есть мне где-то с третьего ребёнка хотелось посмотреть, на кого она будет похожа. Мы-то после третьего раз думали, что всё, и после четвёртого раз думали, что всё. И после пятого, где-то кнопка есть. Подходишь, раз, дочку. К нам в гости приехал отец Вячеслав. Это наш крёстный папа Тимофей и Михаила. Я сплю, он мне вводит под подушку, ну, игрушки и киндеры, и конференцию. Его все любят, его дети сюда все ждут, он их балует. Приезжает когда сюда, он их собирает сразу, как бы, и мне, чтобы я отдохнула. И их поводит куда-нибудь там, то в парк, то ещё куда-то, то в клубы какие-то, ну, компьютер, да, боулинг. Я в этой семье, наверное, всё-таки друг. Друг для родителей, друг для детей. Я с нами часто беседую на какие-то такие, там, иногда взрослые, но видим взрослые темы. Что-то объясняют из своего жизненного опыта. Когда с родителями иногда не скажешь то, что нужно, а другу, а тем более священнику, скажешь. А солнышко? А какой солнышко? Солнышко. Какой? В 2018 году мы переехали из Курска. Прогуливались по Белгороду. Нам очень понравился город, такой яркий, чистенький, лучезарный. Закралась мысль такая в голове, что, может быть, туда переехать. Ну, я ехал и не озвучивал эту мысль. Я так и поворачиваюсь к мужу, говорю, вот бы здесь жить. Он поворачиваюсь, и у меня такая мысль возникла. В мае, скажем так, об этом подумали, а в августе и сентябре мы уже здесь жили. Семь, подключился уже, да? Ага. Пастель заправьте, пожалуйста. Ром, давай вставайте уже. Ну, начинай подключаться, Ром. Лень, не хочется. А что делать? Учение свет. Так я недолго сплю. Опять же, во время урока я стараюсь контролировать, подключился, не подключился. Это мальчики. Может, девочки более собранные, я не знаю. Но мальчишки, они вот такие вот, их надо подталкивать, контролировать. Так, пять минут уже до уроков. Ребят, поживее. Дистанционка как-то не очень. Во-первых, когда ты дома находишься, у тебя так, ну, нету желания учиться, потому что ты дома находишься. Станьте с дивана, с кровати, где вы там сидите или лежите. Покажите, сделайте рабочий вид. У нас у нас фактическая работа. Опять же, дистанционка, она расслабляет всех. Они сами признаются, что да, ленимся, кровать-то рядом с обучаемым местом. Мне нравится удаленка, то, что можно посмотреть куда-нибудь и сказать правильный ответ, тебе за это хорошую оценку поставят. Арман старший сын. Я его родила в 22, и мне нравится наша сейчас разница. Между собой, наверное, общение, то с ним тоже можно поговорить, если другие, ну, что, о жизни не поговоришь, а это тоже понимает. По своему характеру он равновешенный, спокойный, рассудительный, любит спорт. Я занимаюсь футболом, занимаюсь им с 6-7 лет. На нем немножко больше ответственности, как на старшем. Тот брат, да, на которого должны все равняться. Учиться я стараюсь хорошо, я хочу дать все экзамены, поступить в Минный институт. Я стоматологом хочу быть. У меня нет таких планов сказать, кем бы я хотел, чтобы был мой сын или там любой сыновей. Просто я хотел бы, чтобы они нашли ту работу, от которой бы кайфовали. У него начался период такой, доказать свою правоту, поговариваться, да, там, на мое одно слово, кучу своих доводов. Я говорю, ну, так выстроены как-то, что если они меня не слышат, я говорю, так, я папе расскажу. Хотя папа сильный, у меня мама больше ругает, чем папа, но, ага, папе расскажут. Кто более строгий я или жена, тот, как-то, не знаю, в меру. Категорично сказать, что я строже, жена строже, как-то все уравновешено. В меру строгие, в меру не строгие. Нормальные родители, хорошие родители. Завтрак у нас начинается не сразу. Тоже во мне, может, когда я стану бабушкой, и я буду вставать в 5 утра и жарить оладушки, пока нет. Как это все сейчас учат полюбить себя, сейчас это очень модно. Поэтому с утра я себя люблю и сильно не подрываюсь. Сима! Кто-нибудь! Кефир дайте с веранды! Я спасаюсь всегда. Это выпечки, блины, оладики. Это то, что ты быстро замешал, быстро разлил и быстро пожарил. И они даже это могут делать. Мама мне только решает оладушки переворачивать и наливать. Конечно, сложно сейчас, потому что они все дома. И они все время едят. Я всегда смеюсь, или нам даже десятка яиц на утро не хватает. Мне еще вечером пирог хотя бы сделать. У вас сейчас урок идет? Идите, покушайте пока быстро. Стараюсь где-то в третий, наверное, переменник, который побольше, уже приготовить что-то. Уроки заканчиваются дальше. У кого-то идут тренировки. Свои формы все складывают. Потап! Давай быстрее у нас автобус сейчас. Рома и Потап у них каждый день тренировки. Пять лет занимаюсь гимнастикой. Потап, он такой, как сказать, молодец. У него все получается хорошо. На перекладине там обороты делают всякие. Ему нравится вот это. Он на ногах очень редко ходит, все время ходит на руках. То есть глянешь и на улице на руках, и здесь на руках. Он головоногий постоянно. Если высоко подпрыгнуть, сделай какой-нибудь элемент, будет красиво выглядеть. Опять же, он из всех, вот я сейчас анализирую, это единственный ребенок, который может читать, что ему заинтересовало. Мои любимые книги, там, «Как приучить дракона», я уже на пятой части, а их всего 12. Остается у меня Серафим Тимофей Михайлов. У Серафима тренировки в понедельник-пятнице, на репетиции. И я стараюсь, ну, домашки доделали, проконтролировали, все ли сделано, все ли отправлено. И помощь мне. То либо с Мишкой, либо по дому что-то там пропылесосить, убрать, там, посудомойки разобрать. Ну, вот бытовые поддержания порядка в доме. Когда уроки заканчиваются, ну, я либо чуть-чуть сижу в телефоне, потом иду кушаю и занимаюсь молодшими братьями. Все мы, семья одна, и помогать должны друг другу. Они с четвертым помогали хорошо, а с Мишей сейчас вообще помогают прекрасно. Ну, конечно, ребят нужно привлекать, скажем так, к работе по дому, по хозяйству. Так, Серафим, держи, надо еще один приходит саморез. Держи саморез. Держи. Давай, куда-то, вот сюда, допустим. Вот сюда давай. Вот, поэтому они участвуют во всем. Стараюсь их там привлекать, как-то что-то там делать, поддержать, не знаю, там, с собой забить, ямы выкопать или что-нибудь сделать. Они мне помогают во всем. Серафим, не гоняй сильно. Серафим – это огонь. Талантливый парень, просто хочет всем заниматься сразу. Раньше он занимался плаванием, многими видами спорта. На гимнастику мы ходили, но везде он показывает вначале результат. Потом начали на пение водила и классично, пошли на танцы. Потом скрипкой, потом гитарой. После этого я начала заниматься КВНом. Время только, наверное, не хватает. Так он всем бы занимался, чем только можно. Тимофей, помоги, пожалуйста. Кидай мясо сюда, кидай. Тимофей, он стал недавно старшим братом, получается, потому что он был маленьким. А тут раз, вроде старший брат. И, кстати, он первый ребенок, который мне сказал, ты малыша любишь больше. Наверное, те три подряд были, а потом перерыв и Тимофей родился. Мы же девочку все делали. Вот Тимофей и родился. И как-то все внимание ему. А потом раз, и Миша. И как что, не ему внимание? Ну, я у них спрашивала у мамы с папой. Ну, они отвечают, что они меня любят. Ну, тут я пришла к помощи телефона в современном мире. И отлистала, где он был маленький, где он где-то чудил, как он занимался, мы с ним там играли, как он плакал. И он посмотрел такой, это я? Да. И вот так я делал? Да. И вот такой я был? Да. И все. У него как-то отошло. Он с пацанами очень занимается, он им помогает. Бегает, прыгает с ними, сигает, пытается на руках ходить. Вот. И математику там изучает с ребятами, со старшими, пытается там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А тут цифры пять. Я хочу заниматься бомбинтоном, плаванием и еще тренировкой. Хочу вместе ходить с Потапом на гимнастику. Бегает. Средний ты я. Я все как в гимнастику слою пойду. Да и что. Ну, иногда деремся просто так, если скучно. Это он первый начал, это он первый начал. Я подхожу и говорю, что я буду последней, я все закончу. Поэтому бывают разные моменты. Так как много ребят, они, конечно, между собой бывают. Ссорятся, дразнятся. Когда-то можем порычать, покричать друг на друга. А в основном все время так хорошо друг к другу относимся. Ну, как справляемся, стараемся с ними разговаривать. Где-то поговоришь, где-то крикнешь, где-то строго, где-то сам расскажешь. Я все-таки склоняюсь к ну-ты пряник. Мы и куда-то съездим, и что-то купим. Да, и вместе вот это времяпрепровождение. Но строгость у нас в семье, она присутствует. Побыть одной надо обязательно для себя. Как бы я не любила шоколад, он иногда надоедает. Также как бы я не любила детей, хочется друг от друга отдохнуть, переключить какую-то деятельность. Можно мы в маленькой комнате? Нет. Это моя мамина комната. Это мой кабинет, где я вот именно сама с собой делаю, что хочу. Хочу, глажу, хочу, читаю, хочу, молюсь, хочу, свечи кручу, хочу, шью игрушечку какую-то. В общем, это какое-то мое пространство. Миша, кстати, вот он первый ребенок из всех пяти мальчиков, которые играют за машинками. Вот он прямо их катает, так на колюсики смотрит. Поэтому он как-то может себя сам занять. Конечно, мамина липучка, но он может себе найти занятие. Он может сам заснуть. Вот он мультик, его посадили смотреть. Подходишь, он в кресле-качалке спит. Или там где-то, ну, сам может заснуть. Миша только исполнилось два годика для своих двух лет. Ну, прям так крепкий парень. За всеми успевает все. Вот. И даже, скажем так, с Тимофеем пытается даже соперничать. Тимоу уже нравится внимание. Он какая-то там музыка, песни. Он уходит в себя, начинает мимикой петь вот это все. Он ждет аплодисментов. Если никого рядом нет, он спрашивает, выйдите все. По нем видно, что вот, когда он что-то делает, все должны похлопать. Вот я раньше, когда он был маленький, я его на одной руке держала. Вот он стоял. Сейчас он потяжелее. На двух руках его держу. И вот ему нравится все. Называется это тра-та-та у нас. Цирк. Тра-та-та-ра-та-та. Он какой-то вносит няшность, какую-то разряжает обстановку часто. Причем для всех. Бывает такое, что вроде там все ж устали за целый день. И потом раз, Миша, что ты ночью делал. Все, все посмеялись, все расслабились. Даже на него и не поругаешься. Какая-то у него внешность, вот эта мишка, мимишка. Когда я вырос, я выходил троих детей. Но это пока что. Может, потом двоих, а может, и пятерых. И папа пришел. Но в основном собираемся мы только за ужином. Либо на выходном, за одним большим столом, либо выходной день, либо это ужин. Вот. Садимся. Я всегда стараюсь что-то приготовить. Может, и муж приготовить. Ребята, идите ужинать. Вот этот семейный ужин, обычно с пироги, ну, что по-быстрому. Вместе по сене поговорим, колокольчик прошел день. Эти моменты, они запоминаются, и потом из этого складывается какое-то, наверное, понятие семья. Семья – это когда меня любят и когда все я там. Рокодил. Семья для меня – это забота, внимание и счастье для меня, любовь и радость. Не, не знаю, просто как-то это понимаю. Для меня семья – это... Это все. Это была программа «Семейный совет». В следующих выпусках вас ждет еще больше полезностей и лайфхаков. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!